Первую схему, пожалуйста, высветите. Итак, молодежь, мы утром говорили за человека, который грешит. И грешит человек, потому что является рабом греха. Это изображено на схеме под буквой «Я» подразумевает грешник «Я». Под мешком – это вина от грехов, которые натворил. И грех с большой буквы – это та сила греховная, которая держит в рабстве. Вторую схему высветите, пожалуйста. На второй схеме вы видите силы, действующие на грешника. С одной стороны, совесть, закон Божий, его как бы поражает судом молнии. А с другой стороны, Христос через свое написанное Слово Божие, через Дух Святой и Церковь зовет к покаянию. И Церковь, и Дух, и Невеста говорят – приди, и всякий слышащий да скажет – приди. Бог настолько в любви к человеку, что зовет его к покаянию, чтобы человек не погиб. В наших собраниях о погибели проповедуется очень мало, братья и сестры. А я хочу сказать, что если человек не покается, погибнет, попадает в ад в озеро Огненное. Как-то был в Калининграде, попал тоже на фавор. Там проводили фавор мальчиков отдельно, девочек отдельно. И вот мальчики, подростки, попросили провести беседу на костре. Спрашиваю, мальчики, про что вам больше рассказать? Или проповедовать? Рассказать, рассказать. Ну, молодежь тоже такие, любят больше рассказы, чем проповеди. Рассказать. Спрашиваю мальчики, а про что вам рассказать? Вот выберите сами. Или про небо вам расскажу, или про ад. Человек 40 было, кричат, дружно кричат – про ад расскажите. А два мальчика – про небо. Я говорю, так вы же договоритесь между собой. Про что вам рассказывать? Про ад расскажите. Нам про небо много рассказывают. Расскажите про ад. Ну, мы час небольшим, может быть, около часу. Я им рассказывал про ад. У меня даже рубашка прогорела, так искра попала с костра. Ну, и выгорела. Память осталась. Ну, вот знаете, молодежь, многие, многие из вас погибель воспринимают несерьезно. А я бы вам посоветовал, читая Евангелие, просмотрите про погибель. Весьма важно. Или попросите вашего пресвитера, чтобы он вам рассказал про ад, про озеро огненное. Как это страшно. Так вот, человеку Бог предлагает покаяние. Что такое покаяние? Послушайте, пожалуйста, внимательно. Ведь неспроста Иисус Христос, когда вышел на проповедь, первые его слова. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Первое слово – покайтесь. Когда апостолы стали проповедовать с первого дня, они то же самое. Когда приходили к Корнилию или еще где, они то же самое говорили. Покайтесь. К покаянию относятся. Это перемена образа мышления. Если человек грешник, у него эгоцентризм, то есть все вокруг меня, я как бы центр земли, а человек так интересно устроен, земной шар. И где человек не стоит, ему кажется, он наверху стоит и прямо стоит, а все остальные немножко под углом, а кто-то вверх ногами и падает. Я прав, остальные все чуть-чуть или совсем не правы. Вот так устроено. Но с покаянием вместо эгоцентризма перемена мышления на богоцентризм должна произойти замена центра жизни. То был я, а теперь должно стать богоцентризм. То есть все вокруг Бога. Савл, например, когда покаялся, первое его слово, что повелишь мне делать. Стал Бог в центре. Покаяние – это внутреннее переживание. Человек судит себя за грешный и безбожный образ жизни и начинает верить Богу. Братья и сестры, обратите внимание. Настоящее покаяние – это не чувство переживания только. Покаяние без чувств, без слез тоже бывает не всегда полноценно. Но это не главное – слезы и чувства. В покаянии главное, что человек себя осуждает за грешный и безбожный образ жизни. Знал, что грех и делал, это человек теперь осуждает и начинает верить Богу. Покаянием человек меняет свою внутреннюю позицию по отношению к Богу. Теперь принимает Сына Божия как Господа. И так и написано. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Там не написано так. Всякий, кто призовет имя Божие, спасется. Братья и сестры, это серьезно. Всякий, кто призовет имя Господне. Там, где стоит Господь, там начальник жизни, а я подчиненный. Кирилл и Мефодий, когда пришли на Русь и проповедовали первые проходцы Евангелия, похоже, что в Словении, на Руси слова покаяния не было. И многие слова для того, чтобы донести Евангелие, нужно было придумывать и вводить в лексикон народа. И мы этим, русские, счастливы, что у нас в Евангелии много слов, которые пришли в русский язык с тем, что Россия получила Евангелие. Молодежь, прислушайтесь. Грамматикой занимаемся. Произнесите по слогам слово покаяние. И у вас получится пока-я-не-я. Теперь вздумайтесь в этот смысл. Соответствует богословию? Вы поняли, нет? Покаяние – это когда человек себя с трона снимает, а Иисуса Христа на трон ставит, себя ставит подчиненным. Как Господь говорит, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. «Пока я – не я, а пока Господь – начальник жизни моей, я совершаю покаяние и живу в покаянном состоянии. Мне покаяние вменилось, пока я – не я, а Господь – начальник моей жизни». Пожалуйста, третью схему. Когда человек совершил покаяние, в нём происходят некоторые изменения. Во-первых, покаяние – человек признал свою вину. Покаяние четыре части имеет, или четыре стороны. Признаёт свою вину за сделанные грехи, сокрушается за грехи. Это в покаянии. Человек исповедует свои грехи. Это тоже к покаянию относится. Выносит их на свет, на суд. Человек осуждает себя за непослушание Богу. И человек просит прощения и милость у Бога. Вот это составные покаяния. Когда человек каят, он не всё бывает, соображает. Так же, как человек рождается, он ещё немного не понимает, а потом идёт в медицинский институт, и оказывается, ой, сколько там происходит. Точно так же я вам сегодня, молодёжь, рассказываю те процессы, которые при покаянии человек не всё сразу может осознать. Но суть такова. Человек от безбожия отрекается, за грехи просит прощения, и просит, чтобы Иисус Христос был Господином его жизни. Вот это суть покаяния. Что происходит при покаянии? Какие пришли изменения? Вы заметили изменения? Третья схема. Что поменялось? А? Ничего не поменялось? А где мешок с грехами? Исчез. Господь простил. А молния есть? Тоже нету. Если человек покаялся, Бог его больше не осуждает. Иди с миром, прощаются тебе грехи твои. Так, каждому, кто покаялся, говорил Господь. А вместо трубы, что? Что эта стрелка означает? Взаимное общение. Человек, который принес Богу истинное покаяние, молодежь дорогие, он вступает в общение с Иисусом Христом, в общение с Духом Святым. И мы сейчас об этом больше скажем. В общение с церковью. Больше грехи, вина не давит, не мучает. Бог простил, человек покаялся. Исчезла вина. И ещё что исчезла? Цепь рабства. Молодёжь, я вас хочу спросить. В ваших церквах вы слушаете проповеди о покаянии, призыв к покаянию. Каких проповедей больше? Чтоб человек покаялся за свои проступки, пьянство, непослушание, непотребства разные. Или чтоб человек покаялся за непослушание Богу и вышел, освободился от рабства греху. Каких проповедей больше? Поступки. Братья, дорогие, сёстры. Я вам хочу серьёзно сказать. Если человек кается только за проступки, проблема грехов не решается. Такому человеку хватает на 2-3 дня, а потом он снова ворачивается в грехи. Покаянием человек решает две проблемы. Проблему вины за проступки и проблему рабства греху. Однажды в наше собрание стала ходить одна девушка. Она полюбила уже церковь. И мы её тоже полюбили. Она даже на благовестие с нами ходила. Трактаты раздавала. Ну, так случилось с ней побеседовать. В 10-й класс она ходила, молодёжный возраст. Спрашивает Таня, а ты вот мне скажи, пожалуйста, ты Евангелие прочитала? Прочитала. Ну, хорошо. Ты внимательно читала, да. Но меня вопрос интересует. Вот в Евангелии ты встретила. Там есть сыны царствия, есть сыны лукавого. Есть грешники, есть праведники. Есть святые, есть нечестивые. И даже сравнение людей с животными. Есть овцы, а есть козлы. И свиньи там есть. Ну, сравнение с людьми. А ты кто? Молодёжь, серьёзный вопрос, нет? А если бы вам его задать? А ты кто? Вы знаете, она заплакала и говорит, а я не знаю, кто. Я ей говорю, ну, хорошо. Давай я тебе объясню, кто есть кто. Человек, не покаявшийся, к овцам или к сынам света не относится. Он относится к сынам тьмы или к грешникам. А человек, покаявшийся, он, получивший возрождение, он относится к детям Божьим, а не к сынам лукавого. Ты покаялась? Она говорит, у меня здесь проблема есть. Я не знаю, как её решить. Я говорю, ну, расскажи тогда. Она говорит, когда я прихожу в собрание, у меня сильное побуждение, покаяться. Но мне стыдно выходить перед всеми. Я говорю сама себе, приду домой и покаюсь. Дома все неверующие. Но я прихожу домой, закрываюсь в своей комнате, преклоняю колени и искренне накаюсь перед Богом за все свои грехи. Но, к сожалению, меня хватает на 2-3 дня мира, радости, покоя. А потом опять всё на своё ворачивается. Прихожу в воскресенье на собрание, меня снова побуждает к покаянию. Мне снова стыдно, я снова иду домой, обещавши Богу, что покаюсь и каюсь. Но опять так же. Мне пришлось ей объяснить, в чём проблема. Я говорю, покаянием человек должен решить 2 проблемы. Проблему вины за грехи и проступки и проблему безбожного образа жизни, проблему послушания. Первую проблему ты решаешь, потому что, придя домой, ты просишь прощения у Бога. И Бог тебя прощает за то, что ты там маму не слушала, где-то, может быть, плохие слова говорила, ещё что. А вот проблема непослушания Богу тобою не решается. Потому что у тебя так. Бог тебя побуждает. Таня, в собрании выходи и покайся. А ты Богу говоришь, мне, Боже, стыдно, я приду домой и покаюсь. Таким образом, ты вместо послушания ставишь Богу условия. И хотя ты свои условия выполняешь, которые Богу предписало, настоящего покаяния у тебя нет. Покаяться должен человек там, где Бог его влечёт. Это не значит, что обязательно в собрании, это может быть дома, это может быть в дороге, это может быть там, где Дух Божий тебя влечёт. И если ты послушаешься и покаешься, Бог тебя благословит. Ты обязательно получишь возрождение. Так с ней и случилось. Как Дух Божий только её позвал, на том месте она покаялась, и до сих пор, слава Богу, Бог её любит, и она Бога. Молодёжь, когда человек совершает покаяние, Бог в ответ на покаяние человека сразу даёт оправдание. У Бога в долгу никогда не остаётся его ответ. Как только человек решает свою проблему вины через просьбу прощения и свою проблему безбожия через то, что становится послушным, сразу Бог даёт в ответ оправдание. И так, оправдавшись верою, человек получает мир с Богом. Я сейчас перечислю то, что Бог даёт в ответ на покаяние. В общем-то, семь даров. Семь даров, которые Бог человеку даёт. Если человек от сердца искренне покаялся, или кается за своё непослушание непослушание Богу и за своё преступление, которые делал, грехи, которые сотворил. Первое, Бог даёт прощение грехов. Прощаются тебе грехи твои. И если вина человека как пурпур, как зло какое-то, очень большая, разбойник там на кресте или ещё кто-то, нет такого греха, которого Бог бы не мог простить. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Второе, что Бог на искреннее покаяние даёт, это мир с Богом. Глубокий мир и покой человек получает в сердце. его нигде не купишь. Как-то еду с одним инструктором, он меня инструктировал, в то же время спрашивает, ну скажи, а что тебе даёт твоя вера в Бога? А мы ехали рядом с рынком, я ему говорю, а знаете, моя вера в Бога мне даёт то, вот что купить невозможно. Ни за какие деньги. Он говорит, а что это такое? Я говорю, глубокий покой на сердце. Он говорит, да, покой-то мы покупить не можем. Молодёжь, братья и сёстры, это правда. Тот покой, который даёт Бог мир на сердце только с неба и только в сердце праведному человеку даёт Бог. Нигде не купишь, никакими человеческими или философскими учениями не приобретёшь. Мир Божий вселяется в сердца наши за счёт Духа Святого. Ещё Господь даёт благодать, доступ к благодати. Теперь мы Богу как родные. Что-то нужно, имеем свободно прийти к Богу, возможность помолиться. Доступ к благодати. Ещё дар Духа Святого. Четвёртое я назвал. Дар Духа Святого. Когда человек искренне покаялся, Бог с оправданием даёт ему в сердце Дух Святой. Ещё чувства новые. Любовь и надежду. Тут вот декламацию рассказали, мальчик покаялся и сразу у него на сердце чувства другие, с радостью. И это правда. Ещё даётся гарантия спасения, что Бог тебя сохранит. Но эту гарантию Бог даёт только, если человек сохраняет позицию покаянности. Если позицию покаянности человек не сохраняет, уверенность в спасении исчезает. Человек, покаявшись, он вот это состояние покаянности должен сохранять. Об этом мы ещё немножко позже скажем. И последнее, седьмое в оправдании Бог даёт человеку новую природу. Человек способен жить праведно. Если, будучи грешником, он знал, как поступать праведно, а силы не имел, то с искренним покаянием человек получает возрождение и способность жить праведно. Однажды на собрание к нам пришла одна женщина. Она походила немножко, потом говорит, вы, пресвитер, ну да, я хочу с вами побеседовать, ну хорошо. Вы мне скажите, я покаянный или не покаянный? Я говорю, вы извините, это я вас должен спросить, вы покаянный или не покаянный? А как я вам скажу? Ведь каждый за себя, за свое покаяние может сказать. Она говорит, ну тогда слушайте мою историю. Ну хорошо, говорю, слушаю. И она мне рассказывает свою историю. Я, говорит, была грешница, безбожный образ жизни вела, ну как все современные женщины. Иду по улицу, вижу объявление, по такому-то адресу будет проповедовать американский проповедник через переводчика вход свободный будут давать Евангелие. И я туда пошла. Мне хотелось иметь более понятие о Боге. Я немножко припоздала, когда пришла. Молитвенный дом уже был наполнен, это было в регистрированном молитвенном доме. Молитвенный дом уже наполнен, я с краю встала, стала слушать, что проповедник проповедовал, я не поняла, там через переводчика и все, путано все. Но в конце проповеди такое объявление. Все закройте глаза. Но я закрыла. Грешники есть в собрании? Поднимите руки. Ну, русскому человеку понятно, кто грешники. Я из них. Я подняла руку. Проходите сюда к кафедре. Я с зажмуренными глазами, с поднятой рукой, через всю толпу, топчась по ногам и все, прохожу к кафедре. Нас таких необтесанных оказалось двое. Я аккуратней произнес, она там себя обозвала таким словом, я повторять не хочу. Нам сказали, встаньте на колени. Мы встали на колени. Повторяйте молитву за мной. Проповедник через переводчика так говорит. Я повторял. Повторила. И потом встала с колен. И мне сказали, что я покаялась. Скажите, я покаянная? Я говорю, знаете, давайте я вам расскажу, какое состояние у человека, если он покается по-настоящему, как учат Евангелия. Ну расскажите. И вот я ей рассказываю то, что сейчас вам рассказал. Что человек получает прощение, грехов, и он у нас сердце нету вины. Он имеет мир с Богом и готов в небо обнять и ближнего обнять, потому что новые чувства его посетили. И теперь, если у него встречается какая-то ситуация, искушение, то Дух Святой ему подсказывает, как надо поступить. Она говорит, а я с этого собрания летела как ошпаренная, как будто меня опозорили. Я говорю, ну вот судите тогда сами, покаяны вы или нет. И вот знаете, она так сидела, поникла немножко, так значит, я не покаянная. молодёжь, я хочу сказать и вам, вам очень важно знать, сохранили ли вы своё покаяние, или вы ещё никогда изникались по-настоящему. Очень важно, все, кто не покаялся перед Богом, не решил вопрос вины, не решил вопрос рабства греха, цепь, которую господин грех держит, человека в рабстве, может быть длинной, как в зоопарке. Орёл на длинной цепи, может быть, наблюдали, и он даже взлетает, помашет крыльями, и потом с грохотом цепи снова вынужден сесть на землю. Вот так в рабстве греха. Человеку очень важно покаяться, очень важно решить проблему вины за свои грехи, какие бы ни были, тайны, хитрые, открытые, постыдные, решить надо. И надо решить проблему рабства, не быть уже больше рабами греху, а это только, когда человек встает под господство Иисуса Христа. Если человек искренно покаялся и решил вину греха, и решил вину рабства, ему очень важно покаяние сохранить. вот если вор покаялся и перестал воровать, и пять лет не ворует, его считают честным человеком, но если в шестой год он начал воровать, он кто? он и перед законом, и во мнениях людей, и по справедливости, он все равно вор. Вор, потому что на шестом году стал красть. Точно так с покаянием. Если вы покаялись и сколько-то сохраняли себя, но состояние покаянности не сохранили, Евангелие вам предлагает, и Господь снова покается. и покается искренно. А с искренним Господь поступает искренно. Я вам расскажу один жизненный пример, и на этом закончу свою проповедь. Я живу в большом городе, у нас пятьсот с лишним тысяч жителей. Город очень раскиданный, потому что он шахтерский. Однажды звонок, вы пресвитер, да, срочно приезжайте, плач, слезы в трубку, срочно приезжайте, моя дочь Катя умирает, лежит в больнице. Ну, спросил, куда ехать, поехал. Приезжаю, встречает меня женщина на остановке, там, где больница, добираться примерно около часу пришлось. добрался, пойдемте скорее, пойдемте, умирает, моя дочь Катя умирает, сколько лет? 18. Че с ней? Рак крови. Я говорю, ваша дочь, наверное, пережила какой-то стресс. Да, да, пережила. Она дружила с молодым человеком, он ее бросил, изменил, и у нее от этого стресса, наверное, началось, и пошел рак крови. Я говорю, хорошо, а дальше как жизнь складывалась? А дальше она с женатым человеком сошлась, та семья распалась, она теперь с этим жила, ну, вот, рак крови, теперь жизни не получается. Ну, вы же пресс-фитер, вы же можете помочь, пойдемте помолитесь как-то или еще что-то. Ну, хорошо, дошли до больницы, заходим, знаете, уже в раковое отделение, боксик, это Катя лежит в кровати одна, уже приготовили к смерти. Я зашел, глянул, узнал, эта девочка в подростковом возрасте ходила на собрание вместе с бабушкой, откуда они и знали, куда обращаться, когда беда. Ну, а теперь 18 лет, конечно, она уже лет 6 на собрание не ходила. Спрашиваю Катя, что ты хочешь от меня? Я хочу жить. Я хочу жить. Я спрашиваю Катю, а зачем ты хочешь жить? Она отвечает, не знаю. И мне пришлось там, в этом боксе рассказать ей, для чего человек живет. Для чего Бог создал человека и дал ему жизнь? Я ей подробно смог рассказать, что человек создан для того, чтобы познал Бога, покаялся за свою безбожную жизнь и начал образ жизни праведника. и мы помолились. Я ей предложил покаяться, она согласилась, я говорю, давай твою руку в мою руку, мы вместе помолимся, и пусть Господь тебе грехи простит, а может даст и милость. И вы знаете, Бог дал. Пошла на поправку, выписали из больницы, пришла в церковь, поблагодарила церковь за то, что молились, а в церкви молились сильно, поблагодарила церковь и исчезла. И так мы ее не видели два года. И снова звонок. И рыдание страшное, и опять мать, срочно приезжайте в больницу, умирает. Я теперь знал, куда ехать, сел на машину, приезжаю. И вот такая картина. Тот же бокс, та же кровать, только с одной стороны отец, а с другой стороны мать у кровати и умирающая Катя. Ну, мой глаз сразу определил, человеку осталось жить считанные часы. я спрашиваю, Катя, ты молишься? Молюсь. Бог тебе грехи простил? Не знаю. Я говорю, я склоняю колени, а ты молись. Проси у Бога прощения. Я взял ее руку, свою руку, и она совершила молитву покаяния. я помолился, мать стала молиться, отец молился, ну, не верующий, но молились как могли, но когда встали с колен, силы Катю оставили. И через несколько время она ушла в вечность. Молодежь, дорогие, так случается, когда человек не сохраняет своего покаяния. Первое покаяние было хорошо, но когда только Бог дал чуть поправку, вернулась на круги свои. И болезнь вернулась, и беда вернулась. Да, я имею какую-то надежду, что Бог и такого грешника принял, потому что она искренно, как могла, снова каялась. Я хочу сегодня вас призвать. кто перечеркнул свое покаяние, вам бы выйти сюда и покаяться искренно пред Богом. А среди вас есть такие, кто каялся, может, даже крещение принял, но сегодня его покаяние уже как недействительное, потому что грех снова вошел в жизнь. Вас призываю, выходите, принесите свое покаяние заново. Среди нас есть возможные те, кто еще свиной греха и никогда не просил искренного Бога прощения. И к вам призыв Евангелия тоже звучит. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Если в нашем собрании такие есть, пожалуйста, проходите. Господь вас обязательно простит, если вы покаетесь пред Богом. Не ждите, чтобы Господь грянул гром или болезнь, как я вам рассказал, что рак крови, или еще что-то. Господь так говорит. Одних поразил, а когда спросили, почему так, Иисус ответил, не думайте, что они грешнее, чем все другие. Если не покаетесь, все также погибнете. Сегодня любовь Господня зовет, чтобы человек не попал в погибель, а приобрел прощение грехов, совершил свое покаяние и получил милость и мир на сердце. Есть кто хотел бы покаяться? Я предлагаю спеть в двери закрытые, поздний порой. Кто-то стучит, кто-то стучит. Можно высветить слова. В благоговении негромко вставши будем петь, если кого-то Господь побуждает, пройдите вперед с покаянием. кто-то стучит, кто-то